Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Доживем до понедельника» в студии Григория Гельфери, Евгений Гензин и Борис Васильев. Добрый вечер! Ежепонедельное информационно-ироническое... Извинаю, так в Facebook написано. Facebook, кстати, работает, мы надеемся, и онлайн-трансляция... Это его конституционное право работать в Facebook. На самом деле, четыре дня – это большой праздник. Конституция одна, а две четыре. Да, это такая длительная история. Но на самом деле, если вспомнить, а многие же помнят, как это все было, это была бессонная ночь с 27 на 28 июля 1990, если дай бог памяти, 6-го года. Ну, я помню, что все депутаты, они были объединены, ну, как бы, сопротивлением президенту Кучме, который сказал, я сейчас вынесу на референдум вот конституцию, которая делает права президента такими... Да, припугнул немножко, и они все вот воедино, и коммунисты, и социалисты, и все-все демократы собрались и, в общем-то, проголосовали эту конституцию. Там были споры и по поводу бога, и по поводу языка, но по большому счету это действительно было такое событие, оно немножко уже стерлось в памяти, и только такими огромными, вот, четырехдневными праздниками напоминается. Хотя, вот, я так понимаю, что вот эти праздники, они как бы считаются, что они оплачиваются государством, но на самом деле они же оплачиваются налогоплательщиками, то есть, по сути, мы сами себе вот такие... Что мы можем позволить? Кто больше платит налогов, тот оплачивает тех, кто платит налогов меньше. Но, тем не менее, конституция есть, хотя к ней есть и какие-то вопросы. Юля говорит, что я последний президент буду, а Ляшко говорит, что президента не нужен. А, нет, что не нужен премьер-министр. Сегодня Яценюк выступил, говорит, нужно срочная реформа. Все ее хотят как-то немножко, так сказать, подрихтовать, но в любом случае она у нас какая-никакая есть. Даже вот в Днепре на набережной выложили, ну, только обложку, да, 5 на 7 метров, самую большую. Ну, хотелось бы, чтобы под обложкой теперь вот что-то... А помнишь, мы когда-то писали, даже песенку, у нас был клип, по-моему, лет 6 назад, что-то, я помню, там припеп был. Красота ее всегда обманчива, при Нероне, Сталине и Брежневе, ничего слова ее не значили, и в душе моей все по-прежнему. Да, я помню, там, что же вы, отцы без основателей, там были, да? Ну, это все старые конституции. Конечно. А новая будет, да? Я тоже о празднике, о Боге. Да что вы, Боге-то всегда праздник. Да, я к чему, опять, что все, не все, там одни больше гуляют, вторые меньше. В Днепре, оказывается, на бюджетные деньги планируют организовать праздник крещения Руси для, естественно, православных. 11 июля пройдет аукцион в тендере на организацию проведения фестиваля. С Божьей помощью пройдет. Нет, он по-другому называется. Тысяча тридцатилетия. Рамка, когда она божественная столица. Пятый рюк, град Божий. Божественная культурная, да? Крещение Руси. Конкурс проводит коммунальное предприятие «Этнографические парки Днепра» Днепровского горсовета. По условиям тендера, 28 июля на проведение праздника на территории Новобогородицкой крепости планируют потратить аж 236 тысяч 400 гривен. Это немного. Да немного, но на крещение могли бы... А сколько пошло на собак решили? Владимиру это дороже обошлось. И людям. Ну там термира же не было. Подожди, на эти деньги все равно много могут. Вот хотят сделать там. Установят сцену, разместят макет крепости длиной 11 метров и разбросают 50 тюков сеном. Для фотозоны поставят плетень из лозы, а всем желающим разрешат примерять шаровары и женский костюм. Все действие будет снимать... Ну-ка, видно, казаки крестили. Но больше акцентами. На фоне и видео. Ну и так далее, да. Разрешают женский костюм? Да, примерят. Когда это? 28-го. Это тендер пройдет. А когда будет конкурс, тут что-то не написано. А выделение... Ну правда, вот в чем дело. Что о выделении тоже из бюджета денег соизмеримых на празднование, я не знаю, там, мусульманам своих праздников, там, иудеям, буддистам, другим. Ничего не написано. Но людям же разное надо. Кто-то вот так про джаз-фестиваль, может, допустим. А почему по псу, да, они не финансируют? Поэтому, ну что... Не, ну если бы там Россия не крестилась, Русь, да, не крестилась, а, скажем, были же варианты принять какие-то... Обрезала. Да, тогда было бы... Тысячелетие обрезания народа. Вот сейчас обрезают потихоньку, да, Украина. Вот, ну, источником, да, по Конституции, еще раз, День Конституции напомнил, что источником для власти у нас является народ. Вот, ну и все для народа как бы делается. Вот историческое... Было историческое событие века. То есть кто к источнику припал? Да, историческое событие века, договор века, я считаю, был подписан. Королевство Днепр с графством Слобожанским подписали. Может быть, через тысячи тридцать лет и это будут так поправить? Те самые гордые жители Слобожанского, которым, ну, говорили, и не безосновательно, что некий даже такой получился офшор, но в котором уровень жизни повыше, чем в Днепре, почище, но там, с другой стороны, невозбранно держали активы и были зарегистрированы крупные там и ритейлеры, и метро, и АТБ, сейчас это несколько поменялась ситуация. Ну, вообще, была некая такая заруба с вариантом аннексии и контрибуции, значит, Слобожанского, но все на данный момент разрулили. Да, подписали договор, значит, подписали ранее... Ну, они уже часть Днепра? Его, нет, нет, подписали, значит, Филатов мэр Днепра и Каменецкий, глава поселкового совета Слобожанска о муниципальном сотрудничестве. Ранее на сессиях утверждали, было дело на вашей сессии курсовета? Да, в совместном финансировании еще разных проектах. Значит, да, вот суть его, значит, он поможет решить вот эти все траблы и проблемы, которые были с общественным транспортом, там же резко перестал ходить какое-то время транспорт, и использование сетей, коммуникаций, что важно. Высокие договорящие стороны подчеркнули, что все делается для блага людей, независимо от того, какая кровь течет в их жилах, Днепровская или Юбилейная. Юбилейная, я напомню, это прежнее название Слобожанского. Филатов отметил, но я думаю, что все отметили. Ну, они, наверное, так, эти слобожанцы гордые своей гордостью немножко поделились. Ну, нужны компромиссы для блага людей. Бюджетными поступлениями. Борис Филатов отметил, я думаю, что отметил и Каменский, что в принятом недавно законе об объединении и укроплении территориальных общин основное условие именно добровольное присоединение к областным центрам. Без пыток, БДСМ, без шантажа, без всех этих... А кто шантажировал? Кто шантажировал? Никто не шантажировал. Для выполнения условий, вот теперь самое главное, поселок должен предоставить на рассмотрение Днепроводоканалу, есть такая империя в империи, значит, у нас свой генеральный план, способствовать передаче в коммунальную собственность территориальной общины Днепра, на баланс Днепроводоканала, значит, водопроводов три штуки, все, что нажито, честно, два напорных канализационных коллектора. Так мы сможем их шантажировать потом опять, если что, перегроем кран. А если в кране нет воды? Это знаем, все знают, тогда... Это слабожанские труды. То есть коммунальные сети слабожанского как бы переводят... Не случайно оговорился. ...на баланс Днепровских КП. За полгода там установят счетчики водоснабжения, но в самые ближайшие дни, может даже сегодня, они обещают, что будут восстановлены автобусные маршруты, три штуки, и как бы Днепро-Слабожанское снова практически один народ будет. Прекрасно. Все хорошо, что хорошо, не скажу, кончается, а продолжается. Я хотел бы поговорить немножко о теме серьезной. Это Олег Сенцов, да, потому что он все время присутствует в нашем сознании. И, сказать, по поводу народов, значит, представитель российского народа, русский режиссер Александр Сокуров, он написал письмо обращения к Порошенко. Ну, смысл такой, что вот давайте начнем с чистого листа. Он написал, кстати, и папе Франциску письмо. Давайте вообще отпустите вот без каких-то условий... Если любишь, отпустите. Да, отпустите граждан Российской Федерации. Ну, и, пожалуйста, сделайте все возможное, чтобы Сенцов оказался на свободе. Он мой коллега, он отец... И он к Порошенко, а Сенцов его просит. Да, он пишет Порошенко, чтобы Порошенко... Ну, немножко странный заход, так сказать. И многие там и в Фейсбуке, и везде ополчили, что это он вообще там не понимает. Да, что это... Что Сенцов стал жертвой политических разборок между Россией и Украиной. То есть, на самом деле, я хочу сказать... Многие нападают на Сенцова, что он просто ничего не понимает. На Сенцова или Сокурова? То есть, на Сокурова. Я прошу прощения. На Сокурова напали один раз и как бы... На Сенцова один раз, да. На Сокурова, да. Вот все. Режиссеры, они такие... Короче, значит, я просто хочу сказать, что Сокуров, он и Путину говорил об этом, и на фестивалях он призывал. Ну, по-видимому, там совсем бессмысленно говорить, поэтому он... И он написал, что... Хоть вы меня услышите. Ну, история с этими женщинами, как ему... Ну, этими, по правам, да. Да, там Денисову не пустили. Да, она показывает. Вот, поэтому мне кажется, что Сокуров, он... У него есть фильм такой, вот он был самый его первый фильм, называется «Одинокий голос человека». И вот здесь, мне кажется, что это вот реально, то есть он действительно, он думает не о политике, он не думает вообще о каких-то, так сказать, ну, трактовках еще. То есть он, ну, как бы заточен на том, чтобы просто спасти человека. Абстрактный бумаги. Да, ну, абстрактный, не абстрактный, но он такой. И вот... А по поводу отношений Украины и России, он высказался сразу, что Россия получит результаты. И от этого он сказал, что это два разных народа, и надо эту разность уважать. Поэтому я считаю, что это, ну, он просто такой уникальный человек. И то, что вот он так обращается, это не говорит о том, что он ищет какие-то, так сказать, форматы. Нет, нет, просто почему к Порошенко, а не к Путина? И я так понимаю, что он бы обратился к Дьяволу. Ну, Путина уже бесплатно говорила, об этом чуть-чуть забыли. Я думаю, что он готов обратиться к Дьяволу, для того, чтобы... То есть это просто... К Дьяволу он уже обращался. Обращался, у него был фильм, Фауст, там все это было. Ой, я о другом человеке. Есть такой, недалеко здесь, в Кривом Роге. Вилку? Борис Золоченко, нет. Он председатель оргкомитета фестиваля Кривбас Прайд. Ну, это... Кривой Рог, правит столица. Да, да, да. А есть такой, у нас еще, оказывается, гео-альянс, вот Украина, так в рамках фестиваля планируется проведение марша равенства. Ну, понятно, кто там будет пойти. Так вот, этот напали на этого Бориса Золоченко и его избили, когда он там с друзьями возвращался домой после заседания оргкомитета. Гео-альянс Украины сообщает, что это уже второе нападение на него за этот год. Уголовное производство по факту его сбиения в январе было закрыто из-за отсутствия подозреваемых. А чуть западнее Кривого Рога в Австрии, вот, там почти в это же время Конституционный суд решил, что власти страны должны разрешить гражданам при желании указывать в официальных документах третий полк. Я хочу сказать, что марш равенства и прочее, это еще раз, это не о сексе, не об одном из видов секса, это о правах человека, и без всякой как бы либеральной пены. И в этом плане, если Кривбаска, если это пройдет раньше, то нас, я только поаплодирую. Пока раньше нас только бьют организации. Про третий пол, я тебе скажу, что я посмотрел, это первая европейская страна, но это даже в Непале, в Пакистане и в Индии уже есть. На самом деле, все равно. Там небольшой процент людей рождающихся, но... Цивилизационный ход не остановить, и к этому идет. И при этом, я убежден абсолютно, что количество геев, количество там трансгендеров, оно не увеличивается. Нет гей-парадов, нет марша равенства, ни от чего. Это есть ход истории, который архаика уже как бы не переломит. Вопрос, какой ценой это дастся. Вопросы как бы дискриминации, они же в Конституции, отсутствие дискриминации закреплены и по одному признаку, и по национальному. А вот национальный вопрос в Днепре, у нас оказывается, короче, без предисловий, у нас офигенно няшный в нашей европейской стране, главный военный прокурор по фамилии Матиос, брат неплохой писательницы Марии Матиос. Нет, он не ксенофоб, он там ксенобубочка просто, я бы так назвал. Он дал большое интервью, он вообще любит поговорить. Там было и про государственный переворот грядущий, и про грядущего пиночета в Украине. Вот национальная идея топчется по этой теме тоже. Президент тоже пойдет? Он сказал, что он не хочет быть сороковым, но не исключает ничего. И у него там был интересный пассаж. На каждой войне завжди есть свой парус, он начитанный парень Матиос, свой парус, який привозил Ленину гроши на революцию, яка залила славян потоками крови на десятки роков. Той тоже был еврейского походжения. Утюмы выпадку с Украины, он снова хочет заработать все самое. То есть вот эту волну, как бы сейчас, ну типа евреи хотят залить, слышали многое уже лет, веков, Украину кровь. Я же так понимаю, что он вот таки в отставке, наверное. А смысл относится? К чему это скажешь? Уже же, ну это его убеждение очевидно. Он же думает, что в отставке? Нет, я нормально на самом деле отношусь к прокурорам, среди них тоже есть люди. Как там еще говорится, Гиккельш, у меня даже есть друзья прокурора. Но я хочу подчеркнуть для справедливости, уважаемые телезрители, про нашего военного прокурора, главного. Вы не подумайте, товарищ Матиас, он не антисемит, он строгий справедлив ко всем нехристам. У него вот был такой еще пассаж насчет Наема, не так давно, Мустафы Наема. Мабуть, не высточило кисню нашему пуштуну за национальность украинцу Мустафи, не плутать праведно с грешным. То есть обязательно надо указать. Конечно, присутствует, да? Да, вот это противная, вот эта штука. Как бы вскользь, да? Ну да, да, у него много вот перлов, он такой экзот, пассионарик, пассионарик такой. Но вот эти вещи. Запад, кстати, прореагировал, Ньюсвик была статья, Ньюсвик удивлен, согнивающий Запад. Он отметил, что это поддержание антисемитских теорий заговора, резкое напоминание о проявлениях антисемитизма, расизма в публичном дискурсе. В заключение хочу сказать, что как бы этот вопрос, отчасти он искусственно, нельзя все на рашу сваливать, что это они подбурят. Потому что вот... Про нас, по ЦАПов, он ничего там походил? По ЦАПов, тебя забанят сейчас. Нельзя эти слова произносить. Вот, ну вот он факт, вот Матюс, вот слова. И я хочу сказать, что вот, допустим, если бы я на данный момент бы, вот, голосовал бы при всех прочих делах за Порошенко среди всего этого выбора, но шантаж, БДСМ с моей стороны и так далее, я не буду голосовать вот за, там, этого президента, если он не снимет, а это же его компетенции. Главное, например, это маркер для меня, невзирая на то, что остальные еще хуже, ну, потому что это ни в какие ворота, ну, просто первые лица нашей страны, омерзительная штука. Ну, я просто хочу сказать, что этот вопрос, ну, вот такой ксенофобии, таких вот вещей, он становится достаточно шире. Вот, если вот прокатилась волна погромов ромских, да, когда говорили раньше к цыганам, то это имелось в виду одно, а сейчас это немножко другое. Там есть целая, да, такая организация, там, трезвые и злые, как они называются, там, в общем-то, ну, как бы молодые ребята, кто они управляют, непонятно. Ну, я не думаю, что из Кремля. Думаю, что это совсем не обязательно. То есть, то, что это у нас, как бы, рождается, это, ну, крайне негативно. И что бы там ни говорили, что у нас враг в Москве, я думаю, что там тоже есть... Да нет, причем посмотрели, это у нас на Востоке происходит, это происходит тоже самое на Западе, такие же настроения. Я просто читал, там, по-моему, украинской правде, Дубинский есть такой, ну, неплохой. Дубинянский, я все-таки думаю, Михаил Дубинянский, да, потому что Дубинский, да, это плохо. Дубинского лучше не читать. Конечно, я, да, конечно, Дубинянский. Он говорит, что когда, ну, поднимались нацисты, у них тоже был враг, и это была Москва, это был Коминтерн, и это тоже можно было объяснить, что они делают, вот, как бы, такое правое с точки зрения немцев дело. А дело, как бы, совершенно неправое, и это очень тревожно. Ну, национализм любой мерзителен. Мы уже переиграли в этих же Добандеровцев, впрочем, было вот такое там... Значит, оно, Женя, значит, оно где-то внутри, там... Я хочу привести пример, где государство любит своих граждан, и, в общем-то, старается... Да, это Туркменистан, да. Значит, там, в общем-то, есть такое негласное решение, что граждан старше 40 лет не выпускать из страны. То есть это не закон, а просто указать. Ну, они, как бы, не дают комментариев из страны, да. Они не опровергают, но и не отрицают. В смысле, человек не может выехать, вылететь, да? Но по факту, саживают самолетов, да, объясняется это тем, что... А кто будет работать? То есть, на самом деле, в стране, ну, кризис достаточно жесткий, и они рвутся хоть куда-то, чтобы немножко... У них же газа полно. Ну, по-видимому, что-то там с газом не то уже случилась. Газовая геополитика. То есть, короче говоря, эта информация уже, там, проверенная многими жителями Туркмении. Да, там, до 40, все, выходи, оставайся на родине, да, и работай. А после 40 уже там трудоспособность? Ну, по-видимому, это самый такой вот работоспособный возраст. Гасом, он, видимо, влияет. Нет, было, говорят, раньше было до 30, сейчас они подняли. Увеличить, продолжить на жизнь. Да, как увеличить, нет, пенсионный возраст. Пенсионный возраст. Вот, так что вот как-то, да. Ну, видите, видимо, да, работать надо. Вот мы работаем, и у нас зарплата повышается из-за этого. Мы бесплатно ведем эту передачу. Мы, да. А у кого-то зарплата повышается. Ну, по крайней мере, мы с Гельфи. Я о стране, я о гражданах наших. Вот, свидетель, государственная служба статистики утверждает, я с ней спорить не буду, хотя сомнения определенные есть, что средняя номинальная зарплата у нас в Украине составила 8725 гривен в мае, и что она выросла в сравнении с маем прошлого года аж на 14%. А сопоставление с ценами как? Про цены здесь не пишется. И с китайским юанем? Да, пишется только, что в Киеве самая высокая, да, высокая, 13286. По моей информации, 11,5. Где 2000 еще? Вот, минимальная зарплата с января стала 3200. Ну и так далее. Поэтому лучше становится, что президент, правда, сказал, да он допустил, допустил увеличение минимальной заработной платы до 4100 гривен во второй половине 2018 года. Правда, уволенный и Данилюк сказал, что это... А он уволен, да? Да, я прохлопывал. Ну да, конечно, конечно. Ты сказал, что это... Просто через меня это не проходило, я не визировал. Ну это, да. Ты сказал, что предпосылок таких нет. Ай, скептики, скептики. Я тоже... Я все-таки верю в рост зарплаты и вижу счастливые... Ну надо во что-то верить. Да, я вижу счастливые лица людей, идущих с повышенной на 14% по улице, и радуюсь за них. Ну это почти как на 14 сантиметров. Я хочу сказать, что важная тема тоже достаточно противная, длещаяся не первый год мерзкая, достаточно тема. Тема в отношении застрой Днепра, которую я периодически поднимаю. Значит, важное решение было принято на прошлой неделе. Апелляционный суд оставил в силе решение мэрии о признании права коммунальной собственности на недострой в центре города. Это знаменитая вот эта каракатица, она Плеканова ее называет, она Владимира Великого. Я живу там оттуда в пяти минутах. В декабре прошлого года... Мы уже слышали про это. В декабре пресловутый, очень пресловутый Бабушкинский, или какой-то там Шевченковский суд, отменил ряд решений мэрии о том, что этому недострою присваивается адрес и коммунальная собственность. И с иском обратился некий пенсионер Прокофьев, как оказалось, это тесть одного из братьев Каснеров, этих застройщиков. И вот Каснеров, вот эта штука, это моя там субъективная оценка и так далее, но это очень большое зло, не первый год для Днепра. То есть история, кратко такова. В 2013-2014 году, когда все вот эти разгар бурных событий был, они резко захватили ряд просто по беспределу земельных участков, там имущества, коммуникации, которые были в коммунальной собственности. И начали штамповать, мастырить вообще. Так никто вообще за всю историю Днепра такого беспредела строительного не было. Возводить дома. Без всяких разрешительных документов. На Плеханово, на Крутогорное, на Литейное, на Шаумяно. Причем там, ну понятно, что они давали квартиры там изначально судям, прокурорам, там криминалу, вот поджоги и запугивания там жителей, соседей вот это вот было. А схема была очень проста. Они получали разрешение на реконструкцию якобы старого здания. Вместо реконструкции сравнивали его с матушкой землей и, значит, строили там многоэтажный дом. И как бы, ну, там Филатовым объявил вендету. Вот можно вид из окна. Особенно, когда вот вид из его окна вот на вот эту каракатицу, вот это из окна гор Савитовит. И там повесили, да, следующая фотография. Вот я помню, что на обеих стрелях, там вот, что цепут дивны с твоей незаконным. Мяски голова Филатов. Понятно, пошла, ну, там большие деньги задействованы. Те подали в НАБУ, НАБУ атаковала депутат Купри, там, Барея, главный антикоррупционер мира, да, рвал за них вот на британский и на женевский флаг. Там все, что можно было. Но пока что вот такой апелляционный суд, я не знаю, насколько это последняя инстанция, но эта тема, они же Литей, ну, вот этот Куртогурн, просто замастырили, закрыли вид Днепру. То есть сейчас идет активный строительный бум, уважаемые настройщики, пожалуйста, делайте все. А я думаю, что тем, кому будут возвращать деньги, да, там, ну, это что-то, какие-то пайщики уже внесли, то им уже могут... Пай мальчики. Да, и могут уже вернуть, в общем-то, не все, потому что сейчас, значит, решено, что сдача округляется. Сдачи не надо. Да, сдачи не надо. То есть это и мелочью будут сыпать, да? Да, да, то есть на самом деле, как бы все должны вспоминать правила, да, школьной арифметики, что если там меньше пяти, да, то отругляются до нуля. А если больше пяти, то отругаются... Сдачи бумажными деньгами или вообще? Нет, нет, мелочи имеются в виду. То есть если... Если тебе должны 10 гривен и 4 копейки, то тебе дают 10 гривен. А если тебе 10 гривен и 6 копеек, то тебе должны, по идее, дать 10 гривен и 10 копеек. Так это срадо или переборо? Ну, это просто... Это просто срадо, но это новая сдача. Да, это новая... Я думаю, что кто-то уже обязательно придумает какие-то, так сказать, модели, и кто-то на этом заработает. А прикинь, вот, говорит, это человек поднялся на сдачу. Золотил себе термоначальник. На самом деле, просто сейчас уже не будут чеканиться монеты в одно, в две, в 5 копеек и в 25. Будут только 10 и 50, чтобы все-таки как-то люди расходились. Но для того, чтобы эти обменные монеты брать, то их можно брать тоже за деньги. Банк будет давать, там, по-моему, за 20 гривен, там, 10 копеечные, 35 гривен, тысячу монет на сдачу. И за 35 гривен 50 копеечные монеты. Я о других цифрах. Есть еще другие. Да, есть миллиарды. Сдачи не надо. Да. Национальный банк Украины, он подавал иски к бывшему одному из совладельцев Приватбанка, Игорю Валерьевичу Коломойскому, по взысканию 4 миллиарда 855 миллионов гривен. Это те кредиты рефинансирования, которые якобы давал Насбанк Приватбанку. Так вот, хозяйственный суд Днепропетровской области, он вернул Национальному банку эти иски. А что он сказал? Он сказал, что отказал в открытии судебного производства. В миграционной службе суду сообщили, что бывший совладелец Приватбанка снялся с регистрации в Днепропетровской области 23 марта аж 17-го года. Она нет и спроса нет. Да. Кроме того, судом установлено, что Коломойский 11 октября и 13 октября 17-го года продал свои квартиры. Уважаемые телезрители, если вы видели Игоря Валерьевича Коломойского, сообщите в программе. Или вы случайно купили его квартиру. Не надо сообщать, там все все знают. В то же время Коломойский был принят на временный консульский вычет в Швейцарии 27 января 16-го года по 20-й год. Его местом жительства является Женева. В связи с этим суд вернул иски с требованием направить их по месту жительства исца. Он теперь спокоен за эти 4, почти 5 миллиардов. Игорь Валерьевич Коломойский много сделал, очень много хорошего и разного для города и для человечества. Я считаю, что он плохой. Он мне немножко со своим драйвом напоминает вот Марадону. Это, наверное, на сегодня мое последнее включение. Вот я про Марадону хочу сказать, что у Марадоны приход обернулся уходом. То есть его приход обернулся уходом денег. Слушай, но приход был класс. Он же зажигал на вип-трибуне. Он не просто так зажигал. Понятно, что здесь любовь к родной Аргентине, любовь к футболу. Но он вместе с другими легендами футбола получали по 10 тысяч фунтов за посещение каждой игры. В рамках программы не культурная столица. Как проповедники футбола. Нет, в рамках программы не культурная столица, а программа легенды футбола. FIFA платила им эти деньги. Теперь они отказались платить деньги. Но, правда, и Аргентинам. И сказали, что при следующем чуде они просто его не допустят. Не допустят на матч при повторном. Как он чудил, видели все, даже те, кто футболом не увлекается. Вот матч Аргентины-Нигерии. Он вел себя даже для Диего Армандо. Вел себя экзотично. Даже для Диего Армандо. То есть он сначала показал факи, танцевал, уверенно попытался упасть в обморок. Вот можно немножко для разрядки посмотреть, как это было. У Элли видео какое-то... Не, ну тут ему хорошо, ты говоришь, плохо. Ему очень хорошо. Не, ну Эллижку хватил, наверное. Ну, да нормально. Как его ломают, а? Он же... Спасибо. Спасибо, Диего. В заключение скажу, что он... Разные версии потом выглядело, что у него шея болела, что проскочило давление. Вот, потом, что белого вина в вип-комнате было слишком много. В заключение скажу, что... Но версия, злые языки, в том числе и мой, я не буду юлить, говорят, что, возможно, имели дело какие-то стимуляторы. Что не является... Ну, взрослый человек может себе позволить, тем более за 10 кутов. Причем раньше немножко замечался. В фильме Кустурицы, вот, один талантливый левак, о другом талантливом леваке, снимал фильм, он сказал Кустурице Марадона, представь, каким футболистом я был бы без наркотиков. Принимая кокаин, я делал одолжение своим соперникам. Наверное, он одолжил и сейчас, и на этот раз. Без него будет скучно, как без Коломойского. Есть такой термин «кокаиновая грусть», но об этом я в следующей передаче расскажу. Мы без этого целую неделю уже представляем. Ну, вот, на фоне... Раззадорило. На фоне того, это называется их нравы, да, вот. Это такие гримасы вот этого мира. Я хотел рассказать о мужественных героях нашего города. Вот я просто сегодня прочитал информацию. Это будет последний историк, уважаемые зрители сегодня. Просто, значит, что вот там в 11.20, значит, на службу, там, 1.01, да, раздался телефонный звонок, что женщина по улице Гоголя, это мой конкурент, не может снять обручальное кольцо. Значит, выехал экипаж МЧС. Специальный отдел по борьбе с пальцем. Они приехали... Нет, ну я говорю, что я читал это в Европе. Приехали и обнаружили, что палец распух, и что нужно, значит, применять спецоборудование. Специальными ножницами... Выставляет дело распухших пальцев. Специальными ножницами, значит, кольцо было разрезано, женщина была освобождена от брачных... Да, и написано, что в этом, значит, выезде принимало участие четыре сотрудника МЧС и один спецавтомобиль. То есть я... И все это было на округе депутата Генрия. Нет, я просто восхищен мужеством этих людей. Они хотят снимать. И уровнем их вот пиар-подачи. А какая профессиональная подготовка. Да, да, да. О чем мы говорим? Ну я надеюсь, что у этой женщины в семье все хорошо. А кольцо запаяли. Уважаемые телезрители, мы прощаемся с вами до следующего понедельника. Будьте осторожны с кольцами, с мелочью, со сдачей. Всего доброго. Пока. Доживем. Доживем. Доживем до понедельника. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова